Здесь из поселка теплое благодарственное письмо. Ремонт кровли и замена окон в рекреации начальной школы. Это проект у нас тоже из Кимовска. Был объект по центральному городскому стадиону. И фонд развития перспектива помог в ремонте дороже. Благодарностей, оформленных в рамке, на стене пока не так много. Обычно спасибо жителям области говорят лично. Фонду развития перспективы нет и года, но о нем знают во всех районах. И первое спасибо было из Новомосковска. Там с нуля на пустыре рядом с колледжем Олимпийского резерва построили легкоатлетический стадион и футбольное поле с подогревом. Весной прошлого года к главе региона обратились местные спортсмены. Сейчас это непосредственно прикладная надобность. И именно для сдачи норм ГТО, которая сейчас очень активно развивается, поскольку мы являемся центром тестирования областным, то нам необходима именно беговая дорожка, именно прыжковые секторы, секторы для метания. В марте началась стройка. По поручению Алексея Дюмина к работе приступил созданный им фонд «Перспектива». Нашли спонсора. На возведение нового спортобъекта он выделил 200 миллионов рублей. Уже в мае, в день города, стадион открыли. Меньше чем за год фонд отремонтировал или построил с нуля 11 спортобъектов. В Щекине перед Новым годом «Перспектива» открыла хоккейную коробку к радости местных школьников. Раньше на тренировке Вячеслав Сидоров ездил в Тулу. Теперь занимается рядом с домом. Я хоккеем занимался, чтобы быть здоровым, сильным и спортивным. Площадка мне очень нравится, потому что она как близко. И я буду все время после школы ходить сюда и играть в хоккей. «Перспектива» возродила и лыжную базу на Косой горе. С нуля построила там модульную конструкцию сэндвич-панели, которая вмещает до 40 спортсменов. В январе на Косой горе уже прошли первые соревнования. Поддержка спорта останется в приоритете и дальше. В планах на этот год строительство двух стадионов в Туле и Арсеньевском районе. Также мы планируем поддержку наших команд, спортивных команд, по волейболу, волейбольной улице, баскетбольного клуба «Арсенал». Также у нас две команды в хоккее – это слэдж-хоккей, ребята с ограниченными возможностями здоровья. И также было начато финансирование проекта по молодежной студенческой команде. Поддержка культуры – еще одно направление работы фонда. Народный хор, его называют душой Валовского района, попросил у Алексея Дюмина новый музыкальный инструмент. Баян, почти ровесник коллектива, в любой момент мог подвести. В мае прошлого года по поручению Алексея Дюмина фонд подарил хору новый инструмент. Сейчас помогает с пошивом костюмов. В августе «Перспективе» удалось совместить поддержку культуры и спорта. Фонд принял участие в организации «Вела ночи». Тула стала четвертым российским городом, который принял международный проект. Благодаря «Перспективе» в областной столице участие «Вела ночи» было бесплатным. Помощь бюджетным учреждениям – еще одно направление работы фонда. В Веневском центре образования «Перспектива» помогла отремонтировать актовый зал. Успели к началу учебного года. Вернулись в родные стены ученики школы в поселке Теплое. Из-за протечки кровли ребят перевели в другие кабинеты. Денег на ремонт у школы не было. Более 5 миллионов рублей выделил фонд развития области «Перспектива». Планов много и на этот год. Например, в 2017-м предстоит установить памятник Игорю Талькову в Щекине. Работа уже идет. В середине февраля будет готов макет из глины. Летом памятник должен занять свое место в Щекинском парке. Так исполнится давняя мечта земляков, песца, поэта и композитора. Мечты и «Перспективы» делает реальность уже 9 месяцев. Фонд появился в регионе в апреле прошлого года по инициативе тогда еще временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Дюмина. Средства на воплощение проектов в жизнь дают спонсоры. Имен своих не раскрывают. Число проектов, реализованных фондом, уже перевалило за сотню. Екатерина Старцева, Роман Тюкин, Первый Тульский. Бассейн, пожалуйста.